приветствую друзья это самый первый урок и самые первые шаги давайте обратимся к клавиатуре итак смотрим у нас здесь перед нами полноценная клавиатура 88 клавиш есть белые есть черные белые все равномерные одинаковые а вот черная как видите то по 2 то по 3 штучки и вправо соответственно и влево почему так это сделано для того чтобы мы могли каким-то образом ориентироваться на клавиатуре на мгновение представьте что все черные клавиши были бы такими же равномерными в глазах пестрота непонятно за что зацепиться взглядом и как вообще играть и как это все запомнить поэтому со временем так сложилось что такое устройство клавиатуры является оптимальным классическим давайте смотреть дальше на следующий слайд разбираемся с высокими и с низкими звуками чем правее тем звуки у нас выше чем левее тем звуки у нас ниже то есть по правую руку у нас высокие звуки по левую руку у нас с вами низкие звуки что только высокие звуки давайте проведем простую аналогию высокие звуки вот чтобы понимали их можно сравнить и сравнить пением птиц например да в лесу Вот у нас какие-нибудь синички, птички поют и щебечут. Все очень понятно, да? То же самое берем лес за основу. И здесь у нас внизу какое-то большое животное. Может быть, это лев, может быть, это медведь рычит. И получается очень такой низкий, суровый, басистый звук. То же самое, опять же, простая аналогия. Это женские голоса сверху. Девочки обычно более тоненькие голоса имеют. И, соответственно, мальчики, у них голоса более грубые и более низкие. Я думаю, что вы запомнили аналогию для вас. Понятно. Теперь нам нужна клавиша ориентир. Она у нас находится по центру. Вот мы с вами сели по центру клавиатуры. И нотка до находится слева от двух черных. Вот центральные две черные находим. И самая ближайшая к ним это нота до. От нее мы будем вести отсчет. Она нам вообще даст весь расклад клавиатуры. Поскольку по две клавиши комбинации черные повторяются на клавиатуре. Соответственно, нот до у нас с вами будет тоже несколько. Вот тоже две черные. Слева от них нота до. Две черные. Нота до. Тоже нота до. Здесь тоже, кстати, нота до. Просто не хватило клавиатуры. Нота до. Нота до. И еще одна нотка до. Как видите, клавиатура тоже подразделяется на определенные отрезки. Поскольку нота до повторяется, то вот расстояние между соседними нотками до музыканты назвали октавой. Берем геометрию за основу. Есть две точки и получается отрезок. Вот этот отрезок называется октавой. То есть это такой музыкальный отрезок. Музыка из нас с точки зрения, опять же, звука и частоты вибраций. Вот они у нас октавы пошли. Можете по всей клавиатурке найти. У октав есть свое название. Как вы видите, центральная октава. Поскольку мы сидим напротив нее, ее назвали первой октавой. Вот она у нас. Сама октава состоит из тоже маленьких отрезочков. Давайте их найдем. Они называются полутона. Эти маленькие отрезочки расстояние между соседними ближайшими клавишами. Вот они у нас, видите, ближайшие. Это не ближайшие. Тут у нас есть еще один вариант. Вот видите, клавиша гораздо ближе. То есть это первый полутон. Маленький отрезочек, две точки. Вот они соединяются, представьте, что линией. Второй полутон, третий, четвертый, пятый. Это тоже полутон, несмотря на то, что здесь черные клавиши у нас нет. Это тоже такое же расстояние, одинаковое, как вот здесь, например. Еще один полутон. Еще, 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 еще. И еще один такой же полутон. Вот как здесь, видите, с исключением. Итого, таких полутонов у нас с вами 12. То есть вот эта октава, большой отрезок, состоит из 12 маленьких отрезочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Ну и дальше. Это у нас первая октава. Вторая октава пошла наверх. Да? Вот она у нас. Тоже так же из полутончиков состоит. Третья октава, четвертая октава. И вот эта нотка до, она у нас относится уже к пятой октаве. Которая, ну, куда-то должна идти вверх. Но здесь она у нас, получается, не используется уже. И пошли вниз. Поскольку цифры у нас все заняты октавами. Октавы вниз называются какими-то словами. Вот у нас малая октава есть. Начинается она вот с этой нотки, с нотки Си. Мы сейчас об этом тоже обязательно поговорим. Дальше у нас, смотрите, идет большая октава. И контр-октава. Ну и вот буквально три клавиши из суб-контр-октавы. Она тоже не полная. Там уже совсем низкие звуки, которые чаще всего не используются. Переходим на следующий слайд и разбираемся с названием белых клавиш. Ноту до мы с вами уже выучили. И наверняка вы помните эту последовательность клавиш. Она со всех сторон с самого детства у нас звучит. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ну и снова нотка до. Запомните очень легко. Все белые клавиши подряд. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Нота до повторяется. Соответственно, названия тоже повторяются. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ну и до, ре, ми, фа, соль, си. До, ре, ми, фа, соль, си. До. В обратную сторону, ну, соответственно, в обратном порядке. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Давайте вниз пойдем. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Ну и до конца. Да, у нас самая низкая будет, кстати, клавиша ля. Как вы видите, вот красными кружочками у нас есть еще латинские названия клавиш. Здесь есть небольшой нюанс, так уж сложилось исторически, что отсчет латинских клавиш будет у нас вестись немножко от другой клавиши. Мы спускаемся от ноты до на раз-два, на две клавиши вниз, на две ступеньки вниз, как говорят музыканты. И вот от этой ноты, это у нас нота ля, мы будем вести счет именно латинскими буквами. Очень часто они употребляются в музыке, в нотах, названия аккордов, ну и в принципе самих клавиш как раз чаще всего пишутся именно латинскими буковками. Я думаю, что если вы в нотах копались, то обязательно это видели. Ну и дальше просто по латинскому алфавиту, по английскому алфавиту, если хотите так. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, ну или G, и снова А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. Ну музыканты говорят Г чаще всего. Вот такая вот очень простая цепочка, закономерность. Я думаю, что здесь не будет сложностью для вас это все запомнить. Есть один маленький нюанс. Иногда вот эта клавиша, нотка С, она же Б, по-латински пишется как H, то есть H. И это чаще всего применяется в русской музыкальной школе. Бывает такое, это очень редко применяется. Но вы просто имейте в виду, что в нотах иногда такое может вам встретиться. Давайте пойдем дальше. Пойдем дальше. И будем разбираться с черными клавишами. В музыке есть такое понятие, как повышение тона. Мы с вами разобрались, у нас есть высокие звуки. И понижение тона. Это, соответственно, куда-то туда влево, в низкие звуки. Повышение звука на ближайшую клавишу, то есть на полтона, будет называться диез. Понижение это бемоль. Сейчас мы разберемся. Смотрим на следующую картинку. Название черных клавиш. Берем, например, давайте клавишу Р. Вот вокруг у нас нотки Р есть две черные клавиши. Нам это очень удобно. Если мы, помните, повышаем звук, то есть идем в правую сторону. К названию клавиши прибавляем как раз вот этот термин диез. То есть вот эта клавиша будет называться Р диез. Видите, она подписана у нас. Р диез. Соответственно, нотка Р имеет еще соседнюю клавишу слева, то есть ниже. Это у нас будет Р бемоль. Видите, они ближайшие. Р диез и Р бемоль. То есть точку отсчета мы берем конкретную белую клавишу. То же самое здесь. Смотрите, нотка С тоже у нас имеет две черных клавиши. Соль диез и соль бемоль. Ля, например. Ля диез и ля бемоль. И вот тут интересный момент. Почему на черных клавишах вы видите два названия. Дело в том, что в зависимости от какой клавиши мы ведем отсчет названия, будет меняться у нас название самой черной клавиши. Ну вот, например, здесь очень удобно. Соль диез. Вот она. И здесь нотка Ля. Ля бемоль. То есть для Соль это будет повыше черная клавиша. А для ноты Ля у нас будет пониже черная клавиша. Ну и таким вот образом мы можем, допустим, взять нотку Ми. Да, у нас Ми бемоль есть. Тут одна черная рядом с ней. И зато есть Р диез. То есть для Р это повыше, а для Ми это пониже. Ну и так с остальными клавишами, как вы видите, в названиях это все подписано у нас. Нота Ми у нас имеет одну черную клавишу. Но это не значит, что мы не можем ее повысить. Мы можем повысить ее на полтона, то есть на ближайшую, в данном случае, белую клавишу. И эта нота у нас в принципе называется как нота Фа или Ф, да? Но, судя вот такой, следуя такой логике, она будет называться Ми диез. То есть видите, белую клавишу мы тоже можем назвать немножко по-другому. Да, а для нотки Фа, например, вот эта клавиша, ми будет Фа, Бемоль. Ну или она же, собственно, Ми. Тут то же самое вот, кстати, здесь. Смотрите, Си, Бемоль понижаем, да? И, соответственно, Си, Диез. Она же нота До. Ну и для нотки До у нас есть До, Диез. Повысили. И До, Бемоль. Она же нотка Си. Здесь я предлагаю вам потренироваться, поиграть по клавиатуре, понажимать и поназывать эти клавиши. Можете просто подряд все клавиши поназывать и понажимать. Я думаю, что вы очень-очень быстро запомните. Главное, что помните, есть Диез, есть Бемоль. Диез повышение, а Бемоль это понижение. И нам нужно с вами запомнить, как называются пальцы у музыкантов. Я думаю, что вы все помните прекрасно бытовые названия каждого из пальцев. Есть у нас палец большой, есть указательный, средний, безымянный и мизинец. Они у нас располагаются зеркально, да? Зеркально. Музыканты упростили эту картину, упростили название и просто пальцем дали свои номера. Большой палец у нас первый, дальше второй, третий, четвертый и пятый. Все очень просто. И часто вы будете в нотах замечать вот эти циферки, которые написаны. Это композитор или редактор говорит нам, какими пальчиками нужно играть конкретную ноту. На этом урок у нас завершен. Поиграйте, потренируйтесь. Я уверен, у нас все быстро получится.